привет с вами дмитрий слепцов золото дало тренд хороший восходящий четкий вот ровно такой какой нам и нужен причем тренд по золоту пошел после нефти то есть сначала у нас был тренд по нефти который принес очень хорошую прибыль и тут мы заходим в золото и она тоже дает хороший тренд это очень и очень хорошая ситуация с точки зрения развития тренда и получения прибыли в моменте то есть когда тренды сменяют друг друга без боковика потому что на боковике мы теряем деньги то есть получается на тренде заработали на боковике теряем ждем новый тренд а здесь получилось так что был тренд по нефти и тут же тренд по золоту то есть прибыль еще раз прибыли это очень хорошие ситуации, которые бывают относительно нечасто, поэтому надо этими ситуациями пользоваться. Вопреки, кстати, всем скептическим мнениям, когда говорили, ну как же так, золото, вот тут недавно оно падало, кстати, колом летело вниз, ну тут вряд ли оно пойдет наверх. Как вот его можно купить? Ничего. Пришел сигнал по стратегии, заходишь, зарабатываешь, все. Кто бы что ни говорил, кто бы чего не думал, вам не доказывал, что как там это может происходить. Зашли, все. Как только мы зашли, мы сразу поставили деньги на свое собственное мнение. Ну, а по сути на свою стратегию. Если она пошла, мы заработали. Но не пошла, значит, вышли по стопу. Вот смотрите, что произошло. Вот мы покупаем золото. Точка входа у нас по 12.26 вот здесь. Начинается восходящий тренд. До этого оно идет вниз, ничто не предвещает движение наверх, как говорится. Но, если сигнал по стратегии приходит, что надо делать? Следовать этому сигналу. Вот этот сигнал пришел 11-го числа. Совершается покупка. И дальше выход наступил аж 18-го числа по 12.53.3, когда цена все-таки пробивает нижнюю границу, то есть заканчивается нисходящий тренд в рамках восходящий тренд в рамках стратегии. То есть он шел, мы в нем стоим, наступает сигнал, выходим. Результат плюс 1509 рублей на контракт. На один фьючерсный контракт. Дальше умножаем на размер позиции. Сама сделка выглядит вот так. Вот. вход вот здесь. 11-е число. Далее развитие тренда. Причем развитие очень хорошее. Обратите внимание, золото идет наверх практически без откатов. Не касается нижней границы. Никаких поводов для выхода не дает. И вот здесь уже наступает только первый серьезный сигнал. Пробивается нижняя граница. Начинается блуждание. Но мы не знаем, будет там блуждание или будет падение. Наступает сигнал. Приходится вот здесь выходить. Это у нас вот как раз 18-го. То есть вот мы постояли в тренде, но относительно недолго. И вот эта величина движения была получена. Очень и очень хороший тренд. Вот именно таким образом на таких трендах мы зарабатываем основную прибыль. Очень хорошо, когда эти тренды идут долго и чередуются. То есть если сейчас, например, снова по нефти пойдет. То есть чтобы не было боковиков. Но это понятное дело, что мы так хотим. Как будет на самом деле, рынок нам покажет. И также еще была одна сделка по доллару. Доллар вот здесь тоже показывает критерии. Это у нас 17-го числа. Покупка по 56, 958. Эта сделка пока открыта. Она достаточно специфическая. В этой сделке я решил поставить стоп в безубыток. и она дожидается тейк-профита. То есть эта сделка из разряда либо тейк-профит, либо ноль. То есть убытка она уже точно не даст. Но хочется получить либо по ней ту запланированную прибыль, которая поставлена, либо я готов выйти в нуле. Опять-таки это можно сделать в том случае, потому что нефть и золото дали прибыль. Если естественно у вас одна такая позиция, то вы не будете так рисковать, вы увидите прибыль и будете ее фиксировать, когда она будет давать плановый выход. Редактор субтитров Корректор А.Егорова